Здравствуйте! Это наш Новосибирск, программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме, во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Какое будущее ждет новосибирские трамваи и троллейбусы? Как будут бороться с гололедом на дорогах этой зимой? И как заниматься скандинавской ходьбой без ущерба для здоровья и кошелька? Обо всем этом и не только сегодня в программе. Проезд в общественном транспорте подорожает уже с 8 декабря. Новые расценки утвердил областной департамент по тарифам. Проезд в метро будет стоить 25 рублей, в автобусах 24 рубля, в трамваях и троллейбусах 23 рубля. Как уверяют власти, значительная часть от индексации тарифов пойдет на ремонт. Так, в Новосибирске необходимо заменить около 50 километров трамвайных путей. На ремонт одного километра нужно больше 20 миллионов рублей. Необходимо обновлять и сам транспорт. Вместо вагонов метро 1985 года выпуска планируют закупить новые пятивагонные составы. Новосибирские дороги этой зимой будут поливать специальным солевым раствором. Для использования новых противогололедных материалов на машины ставят навесное оборудование. Как рассол поможет в борьбе с гололедицей. Об этом далее. В этих мешках тонны гранулированной смеси Бионорта. Ее для обработки новосибирских дорог используют уже вторую зиму. А в паре с жидким составом применяют впервые. Перед выездом на улице спецтехнику заправляют, как бензином. Принцип работы станции схожий. Водитель подъезжает и вставляет шланг в цистерну. Затем прикладывает карту и вводит на цифровом табло необходимое количество жидкого реагента. Несколько минут и машина готова к работе. Емкость каждой цистерны 50 кубометров. Твердый реагент загружают в кузов, рассчитанный на 6 тонн. Уже потом две составляющие смешиваются в специальной чаши и попадают на дорогу в виде рассола. Водитель прямо из кабины контролирует угол и ширину разброса. У такого противогололедного коктейля больше преимуществ. Увлажненные гранулы сухого реагента начинают действовать сразу. При смачивании и распределении на дороге данный реагент не будет сдуваться встречными потоками автомобилей. Ветром он будет оставаться только на проезжей части. Две переоборудованные машины будут обрабатывать реагентами основные магистрали в Центральном округе, Зальцовском и Советском районах, а еще Бердское шоссе. Выигрыш в экологической составляющей. То есть не будет оставаться песок, не будет пыли весной, но и надеемся в целом экологическую ситуацию улучшить применением этого реагента. На днях компания-поставщик завершала установку новой заправочной системы. Ее запустили в эти выходные. Новые реагенты уже начали применять на городских дорогах. А тем временем в городских парках, скверах, да и просто на улицах прибавилось пешеходов с палками. Любители скандинавской ходьбы открыли зимний сезон. Хотя заниматься такой физкультурой можно круглый год. Главное правильно выбрать оборудование и тренера, чтобы не нарваться на дилетантов. Свои советы даст инструктор по спорту МБУ «Спортивный город» и идеолог северной ходьбы Галина Климук. Галина Собидовна, приветствовали. Физкульт-привет, как у вас говорят, да? Физкульт-привет, Вячеслав. Вы знаете, пока шел на интервью, от метро уже встретил бабушку с палочками. Занимается, видимо, скандинавской ходьбой или пытается хотя бы это делать. Вас саму не удивляет такая популярность скандинавской или северной ходьбы сейчас в Новосибирске? Вы знаете, скорее всего, не удивляет, а радует. Почему? Потому что буквально полтора-два года назад у нас такого движения не было. Сейчас очень много пишут об этом в социальных сетях. Спасибо вашему каналу о том, что действительно это полезно. 90% мышц работают, кровообращение нормализуется, давление нормализуется, снижается вес. В общем, противопоказаний никаких нет. Но, тем не менее, нужна медицинская справка, нужен допуск к занятиям, если вы профессионально инструктором занимаетесь. При этом обязательно должен быть инструктор, естественно. Рука, инструктор о том, чтобы рассказать о зыске скандинавской ходьбы. Но, видимо, благодаря таким результатам скандинавской ходьбы в основном занимаются этим люди старшего поколения. Или все-таки молодежь тоже подтягивается. Чаще мы видим все-таки бабушек с палочками. Да, согласна. Я в таких случаях отвечаю на вопрос и для пожилых. Не только для пожилых. Почему? Потому что в основном только пожилые начинают заботиться о своем здоровье. Молодым некогда. Во-вторых, еще менталитет играет. Им как-то стыдно. Лучше сходить в зал, красивое тело показать в социальных сетях. Для северной ходьбы нужно еще и оборудование. Правильно. Выбрать, и не каждая палка подойдет. Вы сегодня пришли со своим оборудованием. Давайте покажем. В общем-то, первое, когда приходят на занятия, я начинаю не с оборудования, а с красивой одежды. Понимаете? Позитив. Почему доступная скандинавская ходьба? Потому что вышел на улицу, ты можешь спокойно заниматься. У нас много мест, парковых зон и доступных мест. Должна быть красивая одежда. Ну, какое-то яркое пятно. Либо шапочка. Как праздник. Да, да, как праздник вы идете. Вы всем улыбаетесь. Вы идете правильно дышать. Чуть попозже скажу. Второе, рассказываем, все инструкторы рассказывают об инвентаре, о палочках. Палочка подбирается таким образом. Ваш рост умножается на 0,68. Вот у меня метр пятьдесят восемь, палочки метр десять. Второе, обязательно ручка должна быть пробка. И полутемляк, полуперчатка. Вот так вот застегивается. Если вы видите людей, которые ходят с палочками, веревки, скажем, лыжные, это неправильные темляки. Ни в коем случае не должны быть такими. Я хотела бы застрить внимание о том, что есть разные виды палочек. Стекловолокно, облегченный алюминий и карбон. Карбон – это нити. Профессиональные палочки в основном 100% карбона. Для чего? Эти нити помогают отталкиваться, помогают пружинить. Это очень важно. И есть палочки, где 10, 20, 30, 40% карбона. Вот очень важно, когда выбирать палочки, смотреть. Вы же покупаете продукт, вы смотрите состав. Замечательно. И здесь тоже посмотрите, пожалуйста. На это тоже обращайте внимание. И обязательно у нас здесь вот наконечник по грунту ходит, для того, чтобы сцепление было грунта. Когда мы идем по асфальту, то мы одеваем, естественно, башмачок. Вот таким вот образом, если я смеюсь, говорю, коленками назад. Но в основном, естественно, нужно ходить по грунту. Но у нас не везде приспособлены наши территории, поэтому ходить вот таким вот образом. При правильной технике, да, телескопические, они устанавливаются в рост, крутятся вот здесь вот эти палочки. Здесь рисочки, рисочки. И поворачиваются, и по росту здесь до метра 25, до метра 35 можно их приспособить. То есть, в принципе, на свое усмотрение, да? Либо телескопическое, либо без возможности удлинить. Да, да, да. Возможности есть, в магазинах они продают. А сколько стоят такие палочки специальные? Средняя цена 1100 рублей. Ну, вы знаете, здесь какая прелесть. Отстегивается. Это для инструктора очень удобно. Отстегнули, пристегнули. Вот здесь штырь тоже. Штырь работает вот каким вот образом. Тут, в общем-то, все. Смотрите, какой, да. Это для инструктора и для профессиональных занятий. В принципе, то же самое, что и за тысячу с копейками, но просто более удобный. Более удобный, можно сказать, ну и в соревнованиях, когда участвуешь, это, естественно, немножко полегче идти. А что будет, если взять просто лыжные палки, обычные? Есть случай, мне знакомая рассказывала, ее знакомая в деревне ходила с палками, с черенками от лопат. Ну, это тоже, тоже, как бы, имело место. Тоже опора, да? Тоже опора, как бы, за грибами мы ходили раньше в детстве везде. То есть, это, как бы, хорошо. Но для того, чтобы получился результат положительный, динамика должна быть какая-то, естественно. У вас должны быть палочки профессиональные, обязательно, только для скандинговской ходьбы. Кстати, у нас продавцы не все знают, какие палочки для скандинговской ходьбы. И, извините, продают их совершенно другого. Вот я говорю, стемляки веревочкой. А могут и лыжные. А могут и лыжные. Бабушка, возьмите, они дешевле стоят. Возьмите, мои хорошие. Ну, а то они понимают. Возьмите, вам как кажется, они и подешевле стоят. Но этого нельзя делать, конечно. Ну, примерно то же самое порой происходит и с подбором тренера, когда все-таки человек собирается заниматься серной ходьбой, понимает, что кто-то должен научить. И тут вот можно нарваться на дилетантов, да? Да. Скажите, какие ошибки-то? Ошибки. Ну, вы знаете, у нас в городе Новосибирске есть инструкторы. Вот все-таки я считаю, что инструктор должен быть профессиональным. Он должен быть спортсменом в прошлом хотя бы, либо в настоящем. У нас сейчас получается модный, модный тренд. И считают, что это бизнес, можно заработать деньги. Обучаются. И начинают сходу набирать группу. 300-400 рублей. А мой совет вот этим инструкторам, начинайте с своих соседей, со своих родственников. Вот. И потом тогда уже выходите в массы, предлагайте. А люди не понимают, какой инструктор хороший, а какой непрофессиональный. Вот, вы знаете, мне, наверное, повезло. Кстати, в 2020 году муниципально-бюджетному спортивному городу будет 20 лет. Директор спортивного города, Спаска Елена Игоревна, в этом году сделали проект вместе с ней, совместный «Сибирские шаги здоровья». И у нас обучаются волонтеры, обучаются инструкторы. И они проводят бесплатные оздоровительные занятия. Где, в каких местах занимаются, можно узнать по телефону 203-49-96. Можно и самим ходить, конечно, но эффекта особого не будет. Тоже, знаете, здорово. Ходите и ходите. Молодцы. Но здесь, наверное, еще и общение, объединение. Мне кажется, это влияет еще на настроение в микрорайоне. Есть такое? Вот мне еще, знаете, повезло, что... Наверное, мне повезло и кому-то повезло. Я еще и председатель ТОС-Скоженниковской, на Север-Ченскоженом массиве. И объединяет нас любовь, действительно, к ходьбе, к своей малой родине. Группа у нас называется «Чемские нордики». Ей вот послезавтра будет ровно 4 года. Уже получается кружок по интересам у нас. Насколько я помню, у вас группа называлась «Скандинавочки». Теперь вы переименовались. Да. Не потому ли еще, что мужчин хотите привлечь? Конечно, безусловно. Но вы знаете, менталитет, наверное, вот как бы играет роль... Все-таки это женский показатель. Да, это женский. Он, да что вы, сегодня с мужчиной познакомилась. Он сам заинтересовался, кстати, увидел и подошел ко мне и говорит, вы знаете, я бы ходил, но я стесняюсь. Я говорю, почему? Вот на лыжах люблю ходить, но у меня сейчас проблемы с коленями. Все, пока поднимусь на эту горку. А можно я с вами? Да ходите. Он, а у вас есть еще мужчины? Я слукавила, сказала, конечно, есть. Нет, не столько мужчин. Пришлось собрать. И завтра, думаю, как... Ну, в принципе... Приходите, будут, да. Приходите, они будут. Они есть одиночные. Но вот, кстати, и у кого я знаю, у многих моих знакомых, есть рекомендации. Ну, безусловно, в возрасте за 50, особенно мужчины, страдают инфаркты, инсульты, какие-то заболевания. И везде у них рекомендации заниматься скандинавской ходьбой. Я говорю, приходите, вам бесплатно, все. Ну, стесняется. Ну, что я могу сказать? Приходите. Приходите, да. Приходите. Спасибо вам большое, вам хорошего настроения, хотя оно у вас всегда и так хорошее. Спасибо большое. А я напомню о том, как правильно выбрать палки, тренера и секцию для северной ходьбы, мы говорили с инструктором по спорту МБУ «Спортивный город» Галиной Климук. Полная версия интервью, как всегда, в специальном выпуске «Наш Новосибирский диалог». У городского электротранспорта юбилей. Ровно 85 лет назад в Новосибирске пустили первый трамвай. Его рассвет пришелся на советское время. Сейчас даже трудно представить, что рельсы были когда-то на Красном проспекте, на улице Станиславского, на Октябрьском мосту. На рубеже веков в угоду автомобилям от трамваев начали избавляться, считая их устаревшим транспортом. И сейчас Новосибирск – один из немногих городов России, которые вовремя осознали ошибку и принялись реанимировать электротранспорт. Об этом далее. Примерно такие вагоны вышли на линии Новосибирска в 1934 году. С фанерными бортами, простыми деревянными скамьями и водителем, который всю смену работал стоя. А это бескондукторные системы 70-х. Тогда надеялись на честность пассажиров. Гостям выставки показывают модели всех трамваев и троллейбусов, которые когда-либо ездили по Новосибирским улицам. Здесь можно узнать, например, что трамвайное колесо – сложное устройство. Чувствую, что гайкость тяжная, прославленная. И вот если это происходит, то все колесо может рассыпаться, и может быть большая, и большая авария. Экспозицию пополнили и самодельные модели, как, например, этот троллейбус. Максим Монстров вспоминает. Делали всей семьей из подручных материалов. Он с детства увлекается электротранспортом. Признается, когда сдал на права и сел за руль личного автомобиля, еще больше зауважал троллейбусы и трамваи. Необходимо развивать электрический транспорт, в особенности рельсовый транспорт, потому что он обладает наибольшей провозной способностью. Я считаю, что в эту инфраструктуру необходимо вкладывать средства, но она впоследствии отплатит огромным количеством плюсов для города. Музей горэлектротранспорта восстановили как раз накануне знаменательной даты, к юбилею первого рейса новосибирского трамвая. Это случилось 85 лет назад. Линия всего 4 километра от вокзала до центра. Открытая канава для ремонта вагонов. Во время Великой Отечественной трамвай стал стратегическим транспортом. От его работы зависел выпуск продукции для фронта, возили рабочих на смену и грузы для предприятий. Каждый день до двух часов ночи. После войны график попроще, но ответственность практически та же. Те тяжелые, но яркие годы вспоминают ветераны электротранспорта на праздничном концерте. Владимир Тюменцев 45 лет трудился водителем троллейбуса. Пришел после армии и выбрал профессию на всю жизнь. Из своей кабины видел, как растет и развивается город. Я в другой раз ради интереса сажусь на троллейбус и по рейсу, по одному маршруту проеду, по второму маршруту. Ну, не по второму, по другому я имею в виду. И очень даже интересно. С ростом автомобилизации от рельсов и проводов в городах начали массово избавляться, причем во всех странах мира. Тогда были уверены, нужно расширять дороги для машин, а электротранспорт морально устарел. Сегодня во многих странах мира так называемый «трамвайный ренессанс» строят новые линии. Правда, в России лишь некоторые города развивают трамвайное и троллейбусное движение. В юбилейном году Новосибирский горэлектротранспорт получил трамваи из Москвы. Два десятка вагонов. Столица их подарила. Наш город оплатил только доставку. Совместно с белорусами в Новосибирске реконструируют старые трамваи. Есть планы и по закупке новых – по 10 единиц в год. Мы получили очередную партию модернизированных трамваев. На сегодняшний день мы приступили к формированию комплексного плана ремонта трамвайных путей, который планируется начать уже в следующем году. Пассажирпоток в горэлектротранспорте стабилен. Наш пассажир продолжает пользоваться трамваем, троллейбусами. Также планируют развивать пассажирские сервисы, такие как сетевая поездка и пересадочный тариф. Они позволяют экономить при проезде на нескольких маршрутах электротранспорта. И это все новости на сегодня. Предлагайте свои темы, выпуски, программы. Смотрите также на наших официальных интернет-каналах. И слушайте на радио «Городская волна». До встречи ровно через неделю в это же время. Субтитры создавал DimaTorzok